Вы находитесь под защитой. Здравствуйте. Квартира в многоквартирном доме. Как начать жить счастливо? Что делать? Создавать у СМД объединение сособственников многоквартирного дома, где за все отвечает сам дом, то есть его жильцы, или нет? Из чего начать? Кому обратиться за помощью? Или, возможно, все решится само собой? Как не хотелось бы, чтобы счастье нашего дома решил депутат, мэр, правительство, президент страны? Нет. Это решаем только мы сами. Поэтому на вопрос, что делать, наш ответ сегодня не решится само собой. Нужно брать всю ответственность на себя. Если мы желаем жить счастливо, только мы за это ответственны. Все. Вы находитесь под защитой. И сегодня рецепт счастья в многоквартирном доме и возможные 9 шагов для этого. Первое. Принять решение, взять ответственность за дом на себя. Собрать общее собрание жильцов, собственников квартир и начать действовать ради себя. Второе. На общем собрании необходимо поставить на повестку дня вопрос о создании у СМД. У СМД аббревиатура, обозначающая объединение сособственников квартир. Або ОСББ, как еще украинскую, объединение спевластники в богатоквартирного будинку. Прежде всего, нужно пригласить специалистов для оценки целесообразности создания такого объединения. Это не простой вопрос. Это могут быть юристы, друзья, соседи из соседних домов, руководители УСМД, которые уже прошли этот путь. Они подскажут направление действий, помогут обойтись минимальными потерями и максимально избежать ошибок. Третье. Если изучив опыт соседей, мнения специалистов пришли к выводу создать у СМД объединение сособственников квартир, то, вооружившись законодательством, на собрании необходимо проголосовать о создании у СМД в соответствии с доконом. Четвертое. Конечно же, команда. Нужно создать команду. Команду активных жильцов, в которой четко определены цели и задачи каждого. Кто готов действовать и кто что сможет взять на себя. Пятое. Необходимо определить проблемы дома и направление их решения, в том числе, к примеру, как действовать, чтобы вода была на всех этажах, что делать с подвалом, в котором часто накапливается вода, как уменьшить стоимость отопления и так далее. Приглашенные специалисты смогут посоветовать пути решения проблем и их ориентировочную стоимость. Шестое. Задача определить, где взять начальные ресурсы для ремонта дома, в том числе водоснабжения, канализации, подвала, разных важных, но нужных мелочей, в том числе и возможных консультаций специалистов. Потому на общем собрании нужно решить вопрос о сборе небольшой суммы с каждой квартиры, как первоначальный фонд для разрешения поставленных вопросов. При этом часть вопросов можно решить бесплатно, своими силами. Если в доме, к примеру, живут строители, бухгалтеры, юристы, часть денег из этого фонда пойдет на оплату поставленных проблем. Кроме того, в доме могут быть магазин, кофейня, офис фирмы. Арендаторы или собственники, они также могут быть заинтересованы сделать дом качественнее, лучше и экономичнее. Поэтому их также стоит пригласить в активную команду или принять участие в оплате разрешения задач. Седьмое. Необходимо пригласить юриста для того, чтобы все сделать в соответствии с законодательством. Поскольку важно знать, право принимать решения относительно управления домом должны собрания совладельцев. Решение о капремонте дома и размере взносов принимается большинством голосов, не менее 51% присутствующих на собрании. ОСМД не принимает на себя долги ЖЭКа. ЖЭК должен сам за свой счет осуществить все необходимые работы в доме. Владельцы квартир, которые не присутствовали на собрании совладельцев, обязаны подчиняться решениям большинства. Потому они также, как и те жильцы, которые в доме сказали «да» объединению сособственников квартир ОСМД, обязаны выполнять решение общих собраний. Возможно, юристу следует дать слово на собрание, чтобы он разъяснил первые и важные правовые шаги в ОСМД. Восьмое. В результате общих усилий жильцов активной работы команды, созданная в доме ОСМД, может принести позитивные последствия в виде экономии денежных средств на жилищно-коммунальные услуги, почищенной вентиляционной шахты, очистки подвала, чистоты в подъезде и т.д. и т.п. Такое объединение может стать примером для других домов, и такой уже есть. Надо верить в лучшее и стремиться к нему. Поэтому такое ОСББ сможет задружить с мэрией, доказав властям, что жильцы дома способны быть умными, адекватными, эффективными. Потому мэрия может предоставить такому дому дополнительные деньги на различные нужды. И такая практика тоже есть. И девятое. Ответ на поставленный в начале вопрос «Квартира в многоквартирном доме. Как начать жить счастливо?» таков. Счастье в своем доме, пусть и трудное, особенно поначалу, в руках только самих жильцов этого дома. Рецепт счастья в многоквартирном доме в дружбе, в объединенности усилий, в понимании своей ответственности, ответственности каждого жильца, в понимании, что делать нашу жизнь счастливой нам никто не обязан. Если хочется жить счастливо, а не в запустелом, брошенном, замусленном доме, в ожидании спасения от доброго некто, счастье в доме можно и нужно создать самим. Счастье есть его, не может не быть. Уходит Эра Жеков, а с ней уходят привычные советские принципы проживания в многоквартирных домах. Уходит возможность ничего не предпринимать в многоквартирном доме, поскольку, как было раньше, все шло по накатанной, уже так никогда не будет. Однако, это не причина ностальгировать, это причина найти в ситуации положительные моменты и использовать их себе во благо. В поддержку приведу замечательные слова, которые сказал французский писатель Андре Жит. Один из законов жизни гласит, как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. До свидания, вы находитесь под защитой. Всем счастья в многоквартирном и в любом доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин